Я тоже, когда принимаю решение по какому-то вопросу такому непонятному, например, по болезням детей, я тоже обращаюсь к специалисту, мне советуют, как мне сделать. Я прихожу к мужу, он мне говорит, сделай, как говорят врачи, и я на этом всём иду туда, в общем, делаю так, и происходит ещё хуже. Я прихожу к мужу, объясняю ему, а он говорит, он умывает руки, как будто он ничего не говорил и говорит, у тебя что, нет своих мозгов? Сама думай, вот как мне после этого принимать решение? Я уже их боюсь вообще принимать. Муж умывает руки всегда, его нет как будто, и я оставлюсь, я одна виноватая. Вот что вообще Господь мне хочет этим сказать, чтобы мне понимать вообще, как мне дальше упасть? У врачей три средства. Запомни, запиши себе слово, трава и скальпель. На что они настаивают? Вот приди, найди людей такие, которые могут. Вот у нас врачи есть, посоветуются, на нас выйди где-то. Врачи, когда что-то говорят, я имею в виду, но очень неохотно иду на это. Очень неохотно. По-другому нельзя. Меня с Крючино привезли, там с крыши сняли, допустим. Ну, от тяжести всё. У меня какие-то наросты на руке пошли. Но на операцию иду не очень охотно. Ну, никак нельзя. Всё перепробовали, никак. В коляске меня катают. А тут сделали, я хожу и... Ну, конечно, больше трёх килограмм, говорит, нельзя поднимать, а я сейчас двумя вёдрами воды хожу. Вот так, Ксенюшка. Ну, а про мужа я ещё хочу, на текст. Мне именно, я же под мужем, я же глава, мой муж, и я к нему обращаюсь за советом, а он потом на меня ответственность перекладывает. Как мне дальше за советом к нему обращаться? Я боюсь, что я ему вообще доверять не буду. Если бы он был верующий и молился, тогда, безусловно, надо было так. А так он врачей, врачи, а, говорит, согрешающий, да впадёт в руки врача. Вот как пишет Иисус Серахов. Так что тут надо смотреть. Издалека не укажешь никак. Я знаю, где надо соглашаться, знаю по себя. А про другого. Молись. Мы все начинаем молиться, и Господь полагает на сердце. А неверующий совсем, я и советоваться не буду с ним. Что ты жена? Ты жена, накормить его. А это болезнь детей. Тем более он не врач. Так что будь аккуратнее. Спасибо Христос. Да, да, Господь. Но когда уже ты не пошла, и хуже стало, сказала, вот зря не сделали, никогда не раскаюсь. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Молитва, пост. И кто думает идти на операцию? Пост и молитва. Если хотите, я вам скину два стихотворения, которые я написал в больнице после операции. Ну, хотя бы одно. Давайте, давайте, Игнатин. Да. Они утешительные такие. Я для Господа все это делаю. Хорошо. Я даже выставлю здесь, чтобы наши прочитали. Ну, у вас все эти Библии здесь, занятия и молитвы. Прямо сразу сейчас займусь поиском этих стихов. Потому что их у меня много. Три тысячи четыреста шестьдесят семь. Ну, если никого больше нет, отхожу. Ксения ждет меня. Отошел. Прямо сразу. Прямо сразу.